Привет, ребята, это Настя. Вы видели, что на YouTube есть просто часы, часы контента, видео, которое ты якобы должен слушать во сне, и ты сможешь выучить английский, корейский, японский, таблицу Менделеева и даже искусство того, как стать богатым. Это что, реально работает? В свежей научпоп-прессе на эту тему чаще всего приводят исследования из Швейцарии 2014 года, где взяли 60 участников, носителей немецкого языка и дали им 120 слов на голландском языке, язык, который они не знают. После этого все участники пошли спать, но половине из них учёные во время сна проигрывали эти слова фоном. Участники не были в курсе, что с ними происходит. Когда они проснулись, то та группа, которая слышала во сне, слушала, слушала, которые проигрывались во сне эти слова фоном, они знали на 10% больше материала, чем та группа, которая просто спала. Учёные заинтересовались этим результатом и сделали подобный эксперимент, но с группой участников, которым проиграли слова ещё раз, пока они просто гуляли. И вот те, которые гуляли и в сознании, не спя, слушали слова, они даже близко не показали тех замечательных результатов, которые мы увидели от группы участников, которые слушали слова во сне. А за два года до этого подобный эксперимент был произведён с игрой на гитаре. Участники разучивали новую мелодию, и потом они пошли спать, и в экспериментальной группе половина из них ночью втихаря учёные проигрывали ту мелодию, которую они разучивали. И когда все проснулись, оказалось, что те, которые ночью якобы слушали эту мелодию, но не знали об этом, не были в сознании, они играли гораздо лучше. Так значит ли это, что вот эти все видео на ютубе с восьмичасовыми записями для ночного прослушивания, они полезны? Советую ли я вам учить таблицу Менделеева или английский при помощи этих видео? Не всё так просто, ребят. Во-первых, если, может быть, вы обратили внимание, в этих двух экспериментах, которые я протестировала, речь шла об изучении исключительно уже знакомой проработанной тобой информации. К сожалению, все эти ночное обучение, оно не работает по отношению к новой информации. Мы можем, возможно, наша память становится лучше касательно только информации, которую мы уже пропустили через себя, уже учили. Поэтому, если вы только эти видео восьмичасовые заранее не проработали, не прослушали, вряд ли они вам чем-то помогут. Но на самом деле сама идея по себе, она не без основания, потому что, может быть, если вы смотрели мои прошлые видео про память, то вы помните, что процесс памяти состоит из трёх шагов. Это кодирование информации, восприятие информации, то, что вы сейчас делаете по ту сторону экрана. Потом это консолидация информации, когда она становится более устойчивая, более долгосрочная. И последний шаг — это воспроизводство информации. Как ни странно, это тоже часть процесса памяти, потому что каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы меняем нашу память. Так и напрашивается на этом моменте сделать видео про лжепоказания в суде или про то, как можно лечить какие-то воспоминания травматические, зная это. В общем, если вам кажется, такое видео интересно, напишите внизу. Так вот, кодируем, консолидируем, воспроизводим. И учёные думают, что вот именно второй шаг — консолидируем — это то, что происходит ночью. Это, на самом деле, одна из теорий, почему мы спим. Для того, чтобы консолидировать информацию, для того, чтобы учиться, для того, чтобы у нас была память. Другая теория — для того, чтобы нас волк не съел, для того, чтобы мы энергию не тратили, для того, чтобы наш иммунитет, тело восстанавливалось. Эти теории, они не взаимоисключаемые, но это те важные процессы, которые мы видим, происходят в нашем мозгу. И что касается консолидации, дело в том, что любая информация, которую я учу, с которой я сталкиваюсь на протяжении дня и пропускаю через себя, в следующий цикл сна, будь то это дневной сон или ночной сон, мой мозг будет реактивировать эту информацию, тем самым делая её более устойчивой. Но, естественно, мы не запоминаем абсолютно всю информацию, с которой мы сталкиваемся в течение дня, а запоминаем только избирательно. И вопрос биохакера здесь заключается в том, как мы можем толкнуть свой мозг, свой организм, запомнить именно нужную для нас информацию в первую очередь. И такие эксперименты тоже были. Это, по-моему, было в 2013 году, там было 60 участников, и им нужно было запомнить картинки. И учёные показывали, ну, было отмечено, какие картинки прям важно запомнить, а какие вторичные, не так важно. И когда участники как бы просматривали эти картинки и заучивали их, каждая картинка была ассоциирована с каким-то звуком. Потом они опять все пошли спать. Половина участников в экспериментальной группе им начали проигрывать звуки, но именно звуки неважных картинок, то есть тех картинок, которые не пытались запомнить в первую очередь. Утром все просыпаются. Те участники, которые в контрольной группе, которым не играли никакие звуки, они, соответственно, очень хорошо запомнили важные картинки и не очень хорошо запомнили неважные картинки, потому что они неважные. В то время как участники, которым проигнивали сигналы для неважных картинок, да, они помнят важные картинки, потому что они это тренировали, но теперь они не помнят они важные картинки, потому что учёным удалось сманипулировать их мозг так, чтобы мозг сам решил, что ему нужно запомнить. Это, ребят, очень интересные результаты в науке, которые были реплицированы разными исследовательскими группами по всему миру. То есть мы не подвергаем сомнению именно эти результаты, но они очень странные, потому что до недавнего мы думали, что во время сна в наш мозг, в нашу кору не поступает никакая сенсорная информация из наших органов чувств, помимо обоняния, а здесь получается, что мы каким-то образом слышим, хотя мы думали, что звук не поступает к нашей коре, и, наверное, отчасти из-за этого, ну и также просто потому, что это всё ещё в зарождающейся форме, ни один учёный не скажет вам на данном этапе, что да, дети, пожалуйста, проигрывайте каждую вашу лекцию ночью и будете вы получать пятёрки. Но за что я люблю тематику вот нашего канала, очень скромно, но серьёзно, мне просто нравится то, что у нас такие темы, что экспериментирование, заигрывание с этими early, как бы ранними научными выводами, они безвредны, и поэтому каждый из вас, и я однозначно это хочу сделать, может попробовать для себя просто поэкспериментировать, попробовать учиться с определённым запахом. Например, знаете эти масла эфирные, которые наносятся сюда для того, чтобы сконцентрироваться или наоборот расслабиться. Так вот, например, если вы берёте урок, скажем, английского со Skyeng дома, и перед уроком вы нанесёте какое-то эфирное масло, позанимались с этим запахом, так как вы дома тоже сразу же его смыли, потому что мы не хотим, чтобы этот запах путался с другой информацией, которую мы получаем в течение дня, а вечером перед сном опять нанесли этот запах. И, кстати, бонусный трюк. Я как-то недавно читала о том, что запахи могут использоваться также для экзамена, если ты учишься с определённым запахом и потом нанесёшь его во время какого-то важного тестирования, то это будет ещё один Q, ещё один стимул, который тебе поможет воспроизвести информацию, которую ты заучивал уже в контексте экзамена. Skyeng, кстати, и попросили меня сделать видео на эту тему. Мне интересно, ребят, кто-то из вас не знает всё ещё, кто такие Skyeng? Потому что я каждый раз их представляю, но мне кажется, что, наверное, большинство из вас всё-таки их знает. Проголосуйте здесь или здесь, пожалуйста. Ну, если вы всё-таки их не знаете, то Skyeng — это ведущая онлайн-школа английского языка в русскоязычном сегменте, и их отличает то, что у них есть просто масса приложений, приложений для аудирования, для заучивания лексики, для выполнения домашней работы с авторопроверкой. Есть расширение для того, чтобы браузить интернет или смотреть фильмы в оригинале с субтитрами. Кстати, абсолютно бесплатные разрешения, которые вот такие вот полезные. Я вам оставлю ссылку внизу, если хотите узнать больше про это. Занятия у них индивидуальные, можно как с носителем, так и с русскоязычным преподавателем. Преподавателей больше пяти тысяч, поэтому сто процентов можно найти того, с кем тебе именно будет хотеться заниматься. Если попался какой-то преподаватель, с которым, ну, нет химии, то одной кнопкой в своем профиле можно его сменить абсолютно без вопросов, потому что цель школы найти каждому ученику своего преподавателя, которому просто будет хотеться заниматься. И еще последнее время у меня почему-то очень часто под разными видео про языки спрашивают про английский для детей. Так вот, из всех сервисов языковых, которые я тестировала, Skyeng — единственная школа, у которой есть и специализированные учителя, и специализированная программа как для детей, так и для школьников, я также оставлю на это ссылку внизу. И также там будет два урока, купон на два урока в подарок к купленному пакету, и ссылка на бесплатное пробное занятие. И, ребят, обратите, пожалуйста, внимание, что если вы купите пакет, начнете заниматься, и вам что-то не понравится, я думаю, что понравится, но всякое бывает, то Skyeng возвращает оплату за все неиспользованные занятия, так что риск просто минимальный здесь. И, в общем, попробуйте, если вы ищете, где учить английский, Skyeng — просто отличная школа, платформа топ-топ-топ из всех, я думаю, русскоязычных и западных сервисов, они просто супер. Так что попробуйте, и попробуйте заниматься с запахами, нанося, используя какой-то запах во время урока, не забывайте его снимать, смывать и перед сном. А если вы хотите поэкспериментировать со звуками, то вам нужно знать следующее. Во-первых, это в экспериментах учёные используют очень тихий звук, они пишут, что это как фоновый звук, потому что это ни в коем случае не должно тебя разбудить, даже в фазу лёгкого сна. Это во-первых. А второе — это то, что они… это работает, они проигрывают эти аудиозаписи только во время slow wave sleep, то есть во время глубокого сна. И в экспериментальных условиях это легко рассчитать, потому что участники, они спят с электроэнцефалограммой на голове, и когда учёные видят, что у них синхронизировалась активность нейронов, потому что это прям явно видно на карте, то они в это время включают и проигрывают звук. В домашних условиях мы можем ориентироваться на то, что один полный цикл, когда все фазы сна проходят, у человека это 90 минут. Вот, то есть если проигрывать что-то, какую-то информацию в течение 90 минут, то наверняка где-то там будет именно глубокий сон, который вам и нужно покрыть вот это, чтобы совпало, ваш глубокий сон и проигрывание записи в этот момент. В общем, резюмируя. Как минимум, одна из причин, по которой мы спим, это консолидация информации, устаканивание информации, перевод её в более долгосрочную память. Возможно, мы каким-то образом можем влиять на то, какую именно информацию наш мозг устаканивает и запоминает более долгосрочно через проигрывание каких-то звуков, которые были в тот момент или содержат эту информацию, или проигрывались в тот момент, когда мы учили эту информацию, или использование запахов во время потребления той информации днём и во время сна. Но это касается исключительно уже проработанной нами информации, это не работает для новой информации. Ну а теперь, ребята, розыгрыш книги. Те из вас, кто меня очень давно смотрит, то вы знаете, что одно из моих больших хобби — это космическая программа и гражданская авиация. И книга, которая у меня есть для вас сегодня — это мемуары Скотта Келли, это астронавт НАСА, и он известен тем, что в 2015-2016 году он провёл целый год на МКС вместе с российским космонавтом Мишей Корниенко, и они делали этот эксперимент для того, чтобы посмотреть, как такое длительное пребывание в космосе влияет на наше здоровье. Это часть программы подготовки к космическому полёту на Марс, который, якобы, американцы собираются осуществить в 1933 году. Посмотрим. Половина этой книги посвящена его годовой миссии на МКС. Он рассказывает, как жизнь на МКС устроена, как американцы работают с русскими. И, спойлер, очень хорошо работают на самом деле среди всего геополитического безумия по обе стороны океана. Космическая программа — это просто такой светлый, тёплый луч надежды. Он рассказывает про то, как американские астронавты НАСА готовятся в российской программе к полётам. А другая половина книги посвящена его личной жизни, где он рассказывает, как он пережил рак простаты, как в 2001 году, когда он был на самом деле на МКС, жену его брата. У него есть брат-близнец, он тоже астронавт НАСА. А вот жена его брата, она была партнёром в PWC, и потом она была политиком американским, и на неё было совершено покушение. Её… она получила огнестрельное ранение в голову, и она до сих пор очень плохо видит, говорит и ходит. Семь лет спустя, и он был на МКС, когда он получил этот звонок, и он рассказывает, как потом в будущих полётах – это был его самый большой страх – получить вот такой звонок. В общем, ну это просто его личная история, профессиональная и личная. В общем, ребят, если вас, как и меня, интригует, выдоражит, вдохновляет жизнь космонавтов и астронавтов, то у вас есть шанс выиграть одну из трёх копий этой книги. Ссылка на конкурс будет внизу, и я хочу обратить ваше внимание, что так как мало всё-таки участников, это внешняя платформа, сервис, который я использую для проведения конкурса, просто потому, что мне гораздо проще потом найти победителей. До того, как я стала использовать вот эту платформу, я неделями, месяцами пыталась найти победителей, а тут мне просто легко собрать данные и всё такое. Ну а там надо регистрироваться, и, наверное, из-за этого мало ребят участвует. Выиграть книгу шанс вот сейчас, по последнему видео, одну к двухстам. Так что реально участвуйте, потому что у нескольких видео поучаствуйте и реально выиграете. А там просто можно оставить комментарий на видео, и всё. И ты в этом конкурсе. Но только через эту платформу. Ссылка будет внизу. Вот, ребята, это всё. Внизу также будут ссылки на купон на два занятия в Skyeng в подарок, бесплатное пробное занятие, и немножко больше информации про сам сервис, если вам это интересно. Вот, ребята, увидимся в следующем видео. Всем замечательной недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok